Литературный праздник Автор книг и название произведений Подумайте, что объединяет эти произведения? Писатели Виктор Драгунский и Шарль Перо Произведение объединяет название «Кот в сапогах» Прочитайте ключевые слова Как вы думаете, о чем может идти речь в произведении «Кот в сапогах» Виктора Драгунского? Прочитаем рассказ из цикла произведений Денискины рассказы И узнаем, верны ли ваши предположения Откройте учебник на странице 74 При прочтении вам встретятся следующие слова Карнавал Костюмированный праздник, маскарад Бахилы Мягкие кожаные сапоги с длинными закрывающими бедро голенищами Обычно обувь рыбаков и охотников Горжетка Полоса меха или шкурка пушного зверя Которую в виде украшения носят вместо воротника Кирогаз Керосиновый нагревательный прибор Туш Короткое торжественное музыкальное приветствие Неожиданно прибежал Мишка и прямо с порога закричал Идешь ты или нет, я спрашиваю Куда? Мишка кричит Как куда? В школу Сегодня же утренник И все будут в костюмах Ты что, не видишь, что я уже гномик? И правда, он был в накидке с капюшончиком Я сказал У меня нет костюма У нас мама уехала А Мишка говорит Давай сами чего-нибудь придумаем Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя Вот и будет костюм для карнавала Ничего у нас нет Вот только папины бахилы для рыбалки Бахилы – это такие высокие резиновые сапоги Ни почем ноги не промочишь Мишка говорит А ну, надевай, посмотрим, что получится Я прямо с ботинками влез в папины сапоги Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек Мишке очень понравилось Он говорит А шапку какую? Я говорю Может быть мамину, соломину, что от солнца? Давай ее скорее Достал я шляпу, надел Оказалось, немножко великовато Съезжает до носа Хороший костюм Только я не понимаю, что он значит? Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор А там стояла наша соседка, Вера Сергеевна Она, когда меня увидела, сплеснула руками и говорит Ох, настоящий кот в сапогах Я сразу догадался, что значит мой костюм Я кот в сапогах Только жалко, хвоста нет Я спрашиваю Вера Сергеевна, у вас есть хвост? Одну минуточку И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик С черными пятнами Вот, говорит Это хвост от старой горжетки Я в последнее время прочищаю им керогаз Но думаю, тебе он вполне подойдет Я сказал большое спасибо и понес хвост Мишке Мишка, как увидел его, говорит Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью Это чудный хвостик И Мишка стал пришивать мне сзади хвост Он шел довольно ловко Но потом вдруг как уколет меня Я закричал Потише ты, храбрый портняшка Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же Это я немножко не рассчитал И опять как кольнет Мишка, рассчитывай получше А то я тебя тресну Я в первый раз в жизни шью И опять коль Я прямо заорал Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть? Но тут Мишка сказал Ура, готово, но и хвостик Не у каждой кошки есть такой Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы По три уса с каждой стороны Длинные-длинные, до ушей И мы пошли в школу Там народу было видимо-невидимо И все в костюмах Одних гномов было человек пятьдесят И еще было очень много белых снежинок Это такой костюм, когда вокруг много белой марли А в середине торчит какая-нибудь девочка И мы все очень веселились и танцевали А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом Просим кота в сапогах выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм И я пошел на сцену И когда входил на последнюю ступеньку То споткнулся и чуть не упал Все громко засмеялись А Люся пожала мне руку и дала две книжки Дядю Степу и сказки-загадки Тут Борис Сергеевич заиграл тушь А я пошел со сцены И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал И опять все засмеялись А когда мы шли домой, Мишка сказал Конечно, гномов много, а ты один Да, сказал я Но все гномы были так себе А ты был очень смешной И тебе тоже надо книжку Возьми у меня одну Ребята, ответьте на вопросы по содержанию текста Назовите главных действующих лиц этого рассказа Как вы оцениваете поступок Мишки, который застал друга без костюма? Почему Дениска решил отдать Мишке одну книжку? Главные действующие лица этого рассказа – Дениска и Мишка Мишка – настоящий друг, он нашел выход из ситуации Дениска увидел, что Мишка расстроен и тоже хочет награду Составьте план на основе выявления последовательности событий На сколько смысловых частей можно разделить текст А заглавьте каждую часть Текст можно разделить на пять частей Неожиданный визит Мишки Карнавальный костюм – кот в сапогах Школьный карнавал Награждение за лучший костюм Поступок Дениски – по дороге домой Давайте поиграем Угадайте элементы костюмов, каких персонажей изображены Проверяем Красная шапочка Русалочка Пират Джон Сильвер Золушка Человек-паук Какие из пословиц выражают главную мысль этого произведения? Без беды друга не узнаешь Ум хорошо, а два лучше Шутки минутка, делу час Проверяем Пословицы Без беды друга не узнаешь Ум хорошо, а два лучше Выражают главную мысль этого произведения Предлагаю вам самостоятельно составить словесный диафильм по памятке Алгоритм создания словесного диафильма Перечитайте текст, намейте его части кадры Кратко опишите, о чем, о ком будет каждый кадр Вначале я нарисую На следующем кадре изображу как Затем будет кадр о том, как И тому подобное Подберите титры к первому кадру Подчеркните в тексте те слова, которые его поясняют Представьте первый кадр мысленно, нарисуйте его словами На основе выделенных в тексте предложений сделайте титры кадру Проверьте соответствие рисунка и титров в кадре Аналогичную работу проведите с остальными кадрами Определите общий характер получившегося фильма Подведем итоги урока Вы научились составлять план на основе последовательности событий Наш урок подошел к концу Спасибо за внимание До встречи на следующем уроке Редактор субтитров А.Семкин